Захар Прилепин. Письмо товарищу Сталину. Мы поселились в твоем социализме. Мы поделили страну, созданную тобой. Мы заработали миллионы на заводах, построенных твоими рабами и твоими учеными. Мы обанкротили возведенные тобой предприятия и увели полученные деньги за кордон, где построили себе дворцы. Тысячи настоящих дворцов. У тебя никогда не было такой дачи, а спиной урод. Мы продали заложенные тобой ледоходы и атомоходы и купили себе яхты. Это, кстати, вовсе не метафора. Это факт нашей биографии. Поэтому твое имя зудит и чешется у нас внутри. Нам хочется, чтобы тебя никогда не было. Но втайне мы знаем, если бы не было тебя, не было бы нас. Это обычный закон человеческого бытия. Никто не желает быть кому-то долго благодарным. Это утомляет. Любого человека раздражает и мучает, если он кому-то обязан. Мы хотим быть всем обязанными только себе. Своим талантом, своему мужеству, своему интеллекту, своей силе. Чтобы избавиться от тебя. Мы придумываем все новые и новые истории в жанре альтернативной истории. В жанре мухляжа и шулерства. В жанре тупого вранья. В жанре восхитительной и подлой демагогии. Это ведь не мы убили русскую деревню, русскую науку и низвели русскую интеллигенцию на уровень босиков и бастардов. Это, не смейся, все ты. Ты, умерший 60 лет назад. А мы вообще ни при чем. Это ведь при тебе людей убивали, а при нас они умирают сами. Ты даже не успевал их так много убивать, как быстро они умирают сегодня по собственной воле. Объективность, не так ли? Еще мы уверенно говорим, что победа состоялась вопреки тебе. Мы говорим, что ты сам хотел развязать войну. Хотя так и не нашли ни одного документа, доказывающего это. Мы говорим, что ты убил всех красных офицеров. И порой даже возводим убиенных тобой военспецов на пьедестал. А тех, кого ты не убил, мы ненавидим и затаптываем. Ты убил Тухачевского и Блюхера, но оставил Ворошилова и Буденного. Поэтому последние два – бездари и ублюдки. Если б случилось наоборот и в живых оставили Тухачевского и Блюхера, то бездарями и ублюдками оказались бы они. Как бы то ни было, мы твердо знаем, что ты обезглавил армию и науку. То, что при тебе мы вопреки тебе имели армию и науку, а при нас не разглядеть ни того, ни другого, не отменяет нашей уверенности. Мы говорим, что накануне ужасной войны ты не захотел договориться с западными демократиями. При том, что одни западные демократии, как мы втайне знаем, сами прекрасно договаривались с Гитлером. А другие западные, а также отдельные восточные демократии, исповедовали фашизм и строили фашистские государства. Мы простили все и всем. Мы не простили только тебя. Ты стоял во главе страны, победившей в самой страшной войне за всю историю человечества. Ненависть к тебе соразмерна только твоим делам. Ненавидит тех, кто делает. К тем, кто ничего не делает, нет никаких претензий. Что делали главы Франции или Норвегии, или, скажем, Польши, когда началась та война. Напомнить, они не заставляли работать подростков на военных заводах. Они не вводили зверские санкции за опоздание на работу. Нет. Миллионы их граждан всего лишь спокойно и ответственно трудились на гитлеровскую Германию. Какие к ним могут быть претензии? Претензии всего мира обращены к тебе. При тебе были заложены основы покорения космоса. Если бы ты прожил чуть дольше, космический полет случился бы при тебе, и это было бы совсем невыносимо. Да к тому же при тебе создали атомную бомбу, что спасло мир от ядерной войны, а русские города от американских ядерных ударов, когда вместо Питера была бы теплая и фосфорицирующая Киросима, а вместо Киева – облачная и мирная Нагасаки. Ты сделал Россию тем, чем она не была никогда. Самой сильной страной на земном шаре. Ни одна империя за всю историю человечества никогда не была сильна так, как Россия при тебе. Кому все это может понравиться? Мы очень стараемся и никак не сумеем растратить и пустить по ветру твое наследство, твое имя, заменить светлую память о твоих великих свершениях черной памятью о твоих, да, реальных и, да, чудовищных преступлениях. Мы всем обязаны тебе. Будь ты проклят! Субтитры создавал DimaTorzok